Делаем змейку, на белом кругу делаем разворот и причаливаем к пирсу. Змейка между буйками, восьмерка, отход и подход к причалу и приближение к утопающему. Это основные маневры, овладеть которыми обязан каждый судоводитель. Ведь на практике на акватории зачастую применяются именно они. Сегодня на берегу Лыбышевских карьеров претенденты на право управления сдают практическую часть. Теория уже позади, теперь судоводители должны показать себя за штурвалом. Баллы снимаются за каждую ошибку. Первое, значит, задевать буи. Второе, значит, нарушение техники безопасности определенной. То есть, должен обязательно, когда судоводитель садится в судно, то должен находиться в спасательном жилете. Рука, значит, должна быть, к руке должно быть пристегнута чека. За один только час к инспекторам ГИМС на берегу выстрелы с очереди с порядка 10 человек. Причем, далеко не все владимирские. Практическую часть сдают несколько человек из Ивановской области. О том, на каком плавсредстве экзаменуемое отработает задание, лодка или гидроцикл, он должен предупредить комиссию заранее. Для Антона Волкова из Шуи этот экзамен первый в жизни. Он подготовил создавать сразу на двух машинах. Говорит, на лодке привычнее, нежели на гидроцикле. Ощущения специфические такие, как-то оно все это поднимается, управляется как-то так сильно. Если провести налогию с мотоциклом, например, обычным, ну, он как-то проще управляется. Вот того нагрузка на руки больше. Вот, в принципе, ничего сложного. Из Ивановской области прибыл еще один претендент на получение права управления гидроциклом. За рулем водоходного судна Олег Сивачев уже 12 лет. Его цель на этот раз сдать на право управления гидроциклом и получить дополнительную категорию – морские пути. Для того, чтобы открыть этот район плавания, необходимо сдать билеты. У кого ранее не было открыто никакой категории, необходимо еще было сдать практику. Но так как практика у меня была сдана, я сдал только билеты и приехал сюда на практические занятия уже непосредственно по гидроциклу. Процесс сдачи практической части экзамена занимает меньше 10 минут. В ГИМС напоминают, что отсутствие у судовладельца права управления означает запрет на эксплуатацию лодки или гидроцикла. И инспекторам на нарушителя может быть наложен штраф. Кроме того, наказать могут из-за отсутствия документов в момент выхода на воду. Так что удостоверение и судовой билет должны быть с собой. Но подготовку к сдаче экзамена можно пройти удобным для судоводителя способом в школе или общественной организации. Более того, на сдачу практической части можно приехать со своим плавсредством. Правда, у нас это практикуется не так часто. Напомню, что аттестационная комиссия госинспекции по маломерным судам свою работу начала с открытием навигации. И с конца апреля уже порядка 70 человек подали заявку на прохождение экзамена. Однако только половина из них смогли получить право управления маломерным судном. А в эту субботу инспекторы госинспекции по маломерным судам отметят свой профессиональный праздник. ГИМС исполняется 35 лет со дня образования структуры. С 2003 года она функционирует в составе МЧС России.